В эфире телекомпании «Город» информационная программа «Время говорить». Мы познакомим вас с актуальными событиями этого дня, а также прошедших выходных. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. За советом о системе ЖКХ. Неделю назад начала работать региональная общественная приемная. В службе верны. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний обрело свое знамя. Рождество Пресвятой Богородицы. Православные христиане отмечают сегодня один из главных праздников. Исторически важное для региона событие произошло в субботу 19 сентября. Торжественная церемония вручения знамени регионального управления службы исполнения наказаний. Исторически сложилось так, что знамя – это символ, который объединяет воинов. Утратив знамя, войсковое подразделение расформировывается и прекращает свое существование. Символично, что знамя под номером 62 присвоено именно в Рязани. У Рязанского управления Федеральной службы исполнения наказаний появилось свое знамя. С травым маршем сотрудники регионального управления прошли по Соборной площади. Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов вручил стяг начальнику Рязанского управления службы исполнения наказаний Сергею Шакову, а затем грамоту президента Российской Федерации к знамени, которая была продемонстрирована парадным расчетом. Знамя – это очень важно. Кстати, очень символично. Сегодня в областной системе вручается знамя под номером 62. Сегодня вручение знамени – это символично происходит в Рязани. Я вас всех поздравляю с вашим праздником. Желаю вам прежде всего здоровья, чтобы у вас все было хорошо на службе, чтобы вы никогда не пожалели о том, чтобы избежать уголовно-бородную систему Рязанского области. Спасибо. Руководитель регионального УФСИН Сергей Ушаков отметил, что коллектив сотрудников управления и подразделений будет предан знамени, как верен службе, долгу и присяге. Перед руководством Федеральной службы исполнения наказания с уверенностью готов сказать, что коллектив уголовно-бородной системы Рязанского области будет предан знамени, как предан службе, долгу и верен присяге. Мы с честью проночим по жизни высокое звание сотрудника уголовно-бородной системы, будем самотвержденно служить России. А завершилась торжественная церемония маршем из парадных расчетов сотрудников УИС региона. В Рязани открылась общественная приемная по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь активисты и общественники смогут не только ответить на все интересующие вопросы, но и помогут с оформлением документов. И при необходимости даже согласны представлять интересы горожан в судебном разбирательстве. В новом центре побывал Глеб Галушкин. Общественные жилищные инспекторы уже более недели принимают горожан с их жалобами на систему ЖКХ. Пока поток обращений незначительный, признаются специалисты общественной приемной. Все-таки еще не приобретена узнаваемость у жителей областного центра. Однако люди уже начали звонить и даже приходить на улицу весеннюю с разными бытовыми трудностями и проблемами. В основном, признаются специалисты-общественники, горожане нуждаются в юридической помощи. Около 20 обращений уже. Вопросы самые разные, самые разные буквально. От того, как провести собрание, куда обратиться, вот потекла крыша. Почему-то управляющие не желают ремонтировать. По благоустройству много вопросов задаются. Но пытаемся, как можем, как общественники, можем эти вопросы решать. Это практически у нас общественно-приемная горячая линия. Это как бы кол-центр, который принимает все вопросы. А потом будем каким-то образом отслеживать, по каким вопросам обращается, что можно сделать, как помочь гражданину. Кстати, специалисты общественной приемной ЖКХ прошли обучение в центре, созданном при Доме общественных организаций. И теперь они стали полноценными общественными контролерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У нас задействовано таких активных, будем говорить, в общественной приемной, 25 человек. Они у нас будут дежурить где-то по три часа, раз в полтора месяца. Сейчас общественные жилищные инспекторы собираются заниматься просвечением жителей в вопросах ЖКХ не только в Рязани, но и в населенных пунктах области. Материнский капитал теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Эти деньги можно направить на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии или улучшение жилищных условий. До этого материнский капитал можно было использовать для приобретения недвижимости только через три года после рождения ребенка. С недавних пор деньги разрешили использовать до достижения малышом указанного возраста. Но это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь ограничения снято. В пятницу, 18 сентября, состоялась совместная тренировка Рязанского отделения Сбербанка и регионального управления МЧС. Спасатели отработали действия в случае возникновения возможного пожара. Об учениях пожарных расскажем в следующем сюжете. В прошлую пятницу прохожие, оказавшиеся на улице пожалостно, были удивлены эвакуацией работников из офиса Сбербанка. Однако, вглядевшись в лица финансистов, успокаивались. Тревога ложная. Оказалось, что это рязанские спасатели проводили очередную тренировку по ликвидации чрезвычайной ситуации в общественном здании. По условиям мучений, очаг возгорания образовался на верхнем этаже. Огнеборцы, чтобы спасти оттуда пострадавших, применили автолестницу. Разумеется, предварительно в здании сработала пожарная сигнализация, и все сотрудники и посетители отделения банка организованно вышли на улицу пожалостно. Ну а два пожарных расчета потушили пламя и эвакуировали оставшихся людей. Как сообщают руководители проводимых учений, по итогам тренировки участники с поставленными задачами справились. 21 сентября православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник также тесно переплетается и с народным календарем. В этот день должен быть собран весь урожай. По обычаю это сулило достаток и счастье в следующем году. Еще 21 сентября в народе начинались смотрины. Родители жениха начинали подыскивать ему невесту. В народе Рождество Пресвятой Богородицы считалось и началом Нового года. С этого дня начинался отчет нового этапа в жизни. День Рождества Пресвятой Богородицы считается первым в цикле великих двунадесятых праздников. Согласно церковному преданию, благочестивые родители Девы Марии и Аким, происходившие из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, долгое время ждавшие детей, дали обед родившуюся по их молитвам девочку посвятить Богу. Уже в преклонные годы они родили дочь Марию, что было предсказано ангелом, который возвестил им о ее рождении. В этот день вся полнота православной церкви вспоминает события, которые положили основу нашего спасения. В тропаре этого праздника это поется «Дни спасения нашего главизна», то есть начала. Сегодня мы вспоминаем, как родилась самая чистая и непорочная девушка на всем белом свете. И причем ее чистота была не взята не как-то откуда-то сверху. Она сама своим трудом, своими молитвами, своим богоисканием добилась того, что именно через нее в этот мир воплотился сам Творец и Господь мира. Поэтому в этот день мы особенным образом чтим Пресвятую Богородицу и просим и молимся ей в качестве нашей помощницы и заступницы. Если уж она прожила жизнь в таком же мире, в таких же проблемах, с такими же какими-то нестыковками, то, конечно же, она знает, как можно нам помочь и свою благодатную силу изливает на каждого из нас. Раньше крестьяне в день Рождества Богородицы убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. К этому времени заканчивалась уборка хлеба. А праздник в целом знаменовал окончание главных летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы благодарили Богородицу, небесную Погравительницу Земледели, и просили ее помощи на год будущий. Народные поговорки гласят «На Пречисту в поле чисто, придет Пречисто, будет чисто, чисто». Также в народе существует примета, что если погода на Рождество Богородицы теплая, то и вся осень будет такая же. По погоде в этот день узнавали, будет осень пасмурной или ясной. Народные приметы – это наблюдение многих лет, поэтому можно смело надеяться, что предстоящая осень породит нас с теплом и солнечным светом. Осень 2015 года выдалась не менее аномальной, чем лето. И во второй половине сентября будто бы времена года встретились. Да так, что стало непонятно. То ли золотая осень, то ли настоящее лето. В нашем регионе господствует теплая и солнечная погода. Летнее тепло вернуло к жизни живую природу. Снова порхают вышедшие из-за набезы бабочки, опять зажужжали еще не разучившиеся летать мухи, вновь побежали по своим делам неутомимые муравьи. Но природу не обманешь, осень берется за кисти и медленно, но верно раскрашивает желтым и красным и запускает пышные природы увядания. Под влиянием волны субтропического климата по летнему тепло не только днем, но и ночью. Среднесуточная температура превышает норму на несколько градусов и больше соответствует самому жаркому времени года – к концу июля. По данным метеослужбы, в ближайшие дни температурные показатели в среднем ожидаются на 10 градусов выше обычного. 24-25 сентября, по прогнозам синоптиков, столбики термометров дотянутся до плюс 24-26 градусов, что на уровне климатической нормы Рима. Жара, которую принес наш регион Балтийский циклон, захватит и последние выходные сентября. Так что в этом году золотая осень до самого конца сентября будет протекать на фоне солнечной и теплой погоды. На этом мы завершаем выпуск. Эфир продолжит прогноз погоды, а также программа подробностей. Гостем студии стал генеральный директор мини-футбольного клуба «Элекс-фаворит» Виталий Громов. Хорошего вам вечера, до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова